Сегодня есть что-то очень и очень особенное, о чем Господь повелел мне говорить и проповедовать вам в этом послании. Господь составил его для меня, и в течение многих лет, в течение определенного времени, я проповедовал о различных его аспектах различными способами, в частности, говоря о главном благословении и говоря о Божьей любви. Но сегодня вечером ко мне пришло слово от Господа в отношении этого. Оно горело в моем духе весь день и продолжает гореть и сейчас. Это просто ликование Божье. Именно поэтому я не знаю, я просто Аллилуйя. И через несколько минут с вами будет происходить то же самое. Я так зажжен тем, что я увидел сегодня в Божьем слое. Я так зажжен тем, чем Господь позволит мне поделиться с вами сегодня. Я действительно верил в то, что Он позволит мне это сделать, и это произойдет, слава Богу. Теперь откройте, пожалуйста, в своих Библиях вместе со мной первое послание Иоанна. Четвертая глава первого послания Иоанна. Спасибо тебе, Господь. Да, Господь, я сделаю это. Я хочу прочитать вам кое-что из первой главы. Вы открываете четвертую главу, но я хочу, чтобы вы кое-что увидели. Я хочу, чтобы вы увидели, как апостол Иоанн Святым Духом начал эту книгу. Он сказал, «Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам». «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, и Иисусом Христом, помазанным». А теперь взгляните на четвертый стих. «И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». Аллилуйя. «Чтобы радость ваша была совершенна». Слава Богу. Аминь. И мне не нравится стоять здесь вверху. Мне нужно спуститься сюда вниз. Слава Богу. Аминь. «Чтобы радость ваша была совершенна». И вы помните, радость пред Господом подкрепление наше. Радость – это небесный продукт. Радость была рождена в вашем духе, когда вы были рождены свыше. И слишком многие христиане опечалены, измотаны, подавлены, измождены. Аминь. Все время. В то время, как внутри вашего духа есть что-то, называемое радостью Господней. И радость не зависит от вашего комфорта. Она не зависит от ощущения счастья в вашей плоти. Оно не зависит ни от чего, кроме любви, Божьего Слова, силы Божьей любви. Аллилуйя. Аминь. Вы можете быть полны радости верой. Вы можете просто начать со слов «Слово Божье говорит, что я полон радости, и слава Богу, я буду полон радости». Нравится вам это или нет? Вы понимаете? Аминь. И вы просто продолжаете двигаться так. И вот она. Тут как тут. И не только это. Бог начнет давать вам откровение о силе Его радости. И в этом маленьком послании говорится, что оно написано для того, чтобы радость ваша была совершенна. Аминь. Мне пришлось получить ее верой. Во мне не было никакой радости. Я был зол на весь мир, когда я родился свыше. И вот я родился свыше и был зол на какую-то часть мира. Но я по-прежнему был расстроен. Я был зол по привычке, ведь я был злым еще с самого детства. Мой папа бывало говорил, «Не понимаю, что так разозлило этого парня?» Оглядываясь на это сейчас, я могу сказать вам, что ж, если не считать самого дьявола, поскольку он проник в мою жизнь, когда я был очень-очень молод. Но также я не мог спать. И недостаток сна приводит к странному, чудаковатому умственному состоянию. Это заставляет вас все время смотреть на мир как-то косо. И мои родители проявляли верность в том, чтобы укладывать меня спать. Они укладывали меня спать каждый вечер в 9 часов. И из-за этого мне приходилось лежать в постели до 3 или 4 часов утра. Они не разрешали мне вставать. Наш потолок был обклеен обоями. В то время так делали. У нас на потолке были обои. И на них было столько всяких загогулин. И вот я лежал ночью. И я дошел до того, что стал видеть всякие странные вещи. Вы спросите, что это с вами было? Я не знаю. Но папа приходил и будил меня в 6 утра. А спал-то я всего полтора часа с небольшим. И вот я вставал каждое утро невыспавшимся. И со мной это было. Мне уже было за 40, когда я научился спать верой. Случались всякие странные и непонятные вещи. И забавнее всего то, что я научился видеть всякие фигурки в рисунке этих обоев на потолке. И у меня по-прежнему это получается. Я могу войти в комнату и могу разглядеть на обоях все, что угодно. И бывают столы с гранитной столешницей. И вы удивились бы, сколько там можно увидеть собак и котов в этом гранитном камне. Слава Господу. Поскольку там столько всяких маленьких точечек. И там можно разглядеть пудели, и говорю вам, там коты, собаки, змеи. Все, что вы только можете себе представить. И это не потому, что я странный. Просто я так долго практиковался, что уже не могу смотреть на это и не видеть всего этого. Но в конце концов, я нашел 126-й псалом, где говорится, что он дает возлюбленному своему сон. И что напрасно вы рано встаете и поздно просиживаете и едите хлеб печали. И мне пришлось научиться делать это верой. Спать? Я могу спать! Когда я обнаружил, насколько это прекрасно выспаться, я подумал, где все это время было это местописание? Мне следовало делать это всю мою жизнь. Аминь. Это прекрасно. Я могу просто лечь и сказать, большое спасибо тебе, Отец. Я принимаю сон как подарок сегодня. Божье Слово говорит, что ты никогда не дремлешь. Зачем же нам обоим бодрствовать? Спокойной ночи. Я просто поворачиваюсь на бок и засыпаю. Сделайте то, что говорит дело Джесси Дю Плэнтис. Возложите свои заботы на Господа, и Он скажет, спасибо тебе, Каннет, Я позабочусь об этом. И когда Иисус сказал, Я позабочусь об этом, что ж, эта проблема решена, не так ли? Я говорю о радости Господне. Скажите, во имя Иисуса, я принимаю радость сегодня. Она во мне сейчас. Я возгреваю ее. Во имя Иисуса. Аминь. Хорошо, это сделано. Давайте вернемся в четвертую главу. Обратите внимание на седьмой стих. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Прочитайте это вслух. Бог есть любовь. Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Боже мой. Чтобы мы получили жизнь через Него. Мы не должны жить, полагаясь на свои собственные умственные способности. Я так обрадовался Божьей благодати, которая умножается для нас. «Разве можно заслужить свое спасение?» «Нет». «Как вы были спасены?» «Благодатью». «Разве можно заслужить исполнение Святым Духом?» «Нет». «Как вы его получили?» «Благодатью». «Разве можно заслужить исцеление?» «Нет». «Как вы его получили?» «Благодатью». «Тогда что приводит вас к мысли о том, что вам придется заслужить и заработать деньги? Как вы должны их получить? Благодатью! Здесь не говорится о том, чтобы бросить работу. Нет, нет, нет. Кучка лентяев. Нет, нет. Апостол Павел не говорит о том, чтобы перестать работать. Апостол Павел сказал, кто крал, вперед не кради, а лучше труди, сделая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Слава Богу! Мы должны жить через Него. Аллилуйя! И это только усилится. Я так жду того, чтобы перейти к этой части. Слава Богу! Но нам нужно двигаться постепенно. Нам нужно перейти к ней шаг за шагом. Хорошо, скажите еще раз. Бог есть любовь. У Него не просто есть любовь. Он есть любовь. И любящий рожден от любви. Нет, брат Коплин, здесь говорится, что он рожден от Бога. Да, я знаю. Именно так я и сказал. Он рожден от любви. Рожден от любви. Хорошо, вы со мной? Хорошо, а теперь обратите внимание вот на что. В 15 стихе 4 главы говорится, «Кто исповедует, что Иисус есть Сын Любви?» «Сын Любви, ибо так возлюбила любовь, мир, что отдала Сына Любви, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Аллилуйя! Бог так возлюбил, Он так возлюбил, что отдал самое лучшее, что у Него было. А теперь вернитесь к 15 стиху и прочитайте его еще раз. «Кто исповедует, что Иисус есть Сын Любви, в том пребывает любовь, и Он в любви». Нам необходимо как можно сильнее прояснить это для того, чтобы мы ухватили за это не только нашим сердцем, нашим духом, но и для того, чтобы мы ухватили за это нашим разумом, ведь сегодня мы нацеливаемся на обновление разума. Благодаря обновлению вашего разума вы сможете переживать совершенную волю Божью в вашей жизни. Аллилуйя! Оно преобразует вас, и сегодня мы стремимся обновить наш разум в сфере радости и обновить наш разум в сфере того, что Бог есть любовь. У Него не просто есть любовь, Он есть любовь. Аминь. Хорошо, оставайтесь со мной. Для того, чтобы более ясно это видеть, давайте посмотрим на это с другого ракурса, и мы будем использовать другую фразеологию, читая и исследуя сегодня Божье Слово. Давайте еще раз прочитаем этот 15 стих. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божьей любви? И... Это действительно... Не знаю, но это действительно оказывает влияние на мое мышление. В том пребывает Божья любовь, и Он в Божьей любви. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. что Бог есть любовь, и пребывающий в любви Божьей пребывает в Боге, который есть любовь. Это вам помогает? Хорошо, следите внимательно. Любовь Божья до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём по Божьей любви, как Он поступает по Божьей любви. Аллилуйя. Того, что здесь написано, достаточно для того, чтобы воскликнуть, но мы еще не достигли кульминации. Мы кое над чем работаем. Так что оставайтесь со мной. Мы кое куда движемся. Аминь. Извините. И далее, 18 стих. «В Боге нет страха». Что ж, разве это большая новость? Конечно же нет. В Боге нет страха. «В любви Божьей нет страха». Что ж, даже в этом нет ничего нового. Мы всегда это знали. «В любви Божьей нет страха». «И совершенствующаяся, развивающаяся, растущая любовь Божья изгоняет страх». Она не просто справляется с Ним. Она не просто покрывает Его. Она изгоняет Его. Почему? В страхе есть мучение. А что это за мучение, которое приходит от страха? Испуг? Испуг. Я уже говорил это раньше, и скажу это вам еще раз. Большинство христиан заблуждаются, считая, что страх появляется у вас тогда, когда вас испугали. Если бы у вас не было страха, вы не испугались бы, не так ли? Вы меня слушаете? Вам просто необходимо это усвоить. Потому что страх является грехом. И у меня совершенно нет времени на то, чтобы играть с вами в церковь сегодня. Аминь. Вы можете сами обратиться к Слову Божьему или взять библейский словарь и найти все места Писания, где говорится о страхе. В Библии 110 раз говорится, «Не бойся!» А вы считаете, что можете просто игнорировать это и все равно бояться? Именно так думал Адам. Вы не можете вкусить и жить. Слово Божье во 2 главе послания к евреям в 14-15 стихах говорит, что Иисус пошел на крест для того, чтобы сделать что? Вы помните, что говорится в послании к евреям 2, 14-15? Там сказано, что «Он воспринял плоти кровь, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти». Здесь говорится, что дьявол имел державу смерти. «И избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». А еще в 8 главе послания к римлянам говорится о том, что мы не приняли духа рабства, но мы приняли духа усыновления, которым взываем. «У меня есть Отец, у меня есть Папа, и Он любит меня так же сильно, как Он любит Иисуса». Аллилуйя! Слава, слава, слава! Вы хотите сказать, что Бог любит меня точно так же, как Он любит Иисуса? Брат Коплант, я просто не могу в это поверить. Что ж, вам следует почитать Библию. Аминь. Иисус так сказал. И Он сказал это в молитве. Боже мой, если есть время, когда вы не захотите солгать, так это должно быть в молитве. Что ж, Иисус вообще никогда не мог сказать того, что не было бы правдой. Он сказал, «Я есть истина». Слава Богу! И во время своей молитвы, в 17 главе Евангелия Теана, всего за несколько мгновений того, как пойти на крест, Он молится Отцу и просит Отца открыть. И не только тем, кто находится в команде Его служения, не только тем 12, которые Его окружают, поскольку в 20 стихе говорится, «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по Слову их». Что ж, напрямую или нет, все мы уверовали по Слову тех людей, которые были там в тот день. Аминь. И Он сказал, «Открой им». Им кому? Всем тем, кто когда-либо поверит в Меня через Слово Божье. Открой им, и пускай мир узнает, что ты любишь их так же сильно, как ты любишь Меня. И этот мир должен знать, что Бог любит нас так же сильно, как Он любит Иисуса. И это доступно вам. Мне не важно, что вы сделали и где вы были. Это не зависит от того, что вы сделали. Это зависит от того, что сделал Иисус. Слава Богу. Аминь. Аллилуйя. Он так возлюбил мир. Он так возлюбил мир. Аллилуйя. Хорошо. В Божьей любви нет страха. Но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Мучение – это когда вы читаете что-то в Божьем Слове или когда вы слышите, как кто-то свидетельствует. «Слава Богу! Вчера я получил мое исцеление. Говорю вам! Иисус так прекрасен!» А вы стоите с глупой улыбкой на лице и говорите «О, да, аминь, аллилуйя, я так бесконечно рад за тебя!» А сами думаете, интересно, с чего это вдруг Бог исцелил этого олуха? А меня не исцеляет. Он вас не исцеляет? Нет, он меня не исцеляет. Я говорил, я умолял, я молился до посинения, и он просто не исцеляет меня. Это мучение. Говорю вам, это мучение. И оно приходит из-за того влияния, которое страх оказывает на ваш разум. И у вас есть страх. Совершенная или совершенствующая любовь изгонит страх. Страхом можно управлять. Благодаря управлению страхом, это управление можно вывести на более высокий уровень, чтобы вы не цепенели так быстро, как раньше. Но страх по-прежнему присутствует. Только Божья любовь может избавиться от Него и прогнать Его. Другим способом от Него не избавиться. Вы можете сделать это через покаяние. Именно поэтому первое послание Иоанна начинается с инструкции о том, как каяться верой. Там говорится, что Иисус верен и праведен. И Он просто простит нам наши нарушения заповеди любви, когда мы их исповедуем. Он не только простит вас, но и очистит вас от всякой неправедности. Страх — это неправедность. Страх не должен присутствовать в жизни верующего человека. Если вы покаетесь, сделать это верой, что ж, надеюсь, что я почувствую себя лучше. Вы полностью промахнулись. Что ж, я очень надеюсь на это. Но это не вера, это надежда. Но я знаю, что в один из этих дней Он исцелит меня. Что ж, это тоже надежда. Это не вера. Вера говорит, Божье Слово так говорит, я верю в это, и не важно, как я себя чувствую. Он верен, и Он праведен. Здесь не говорится, что Он верен и праведен в том, чтобы изменить ваши чувства. Здесь говорится, что Он верен и праведен в том, чтобы очистить вас от всякой неправедности и простить вас. Как только вы делаете это верой, говорите ваше плоти, так, плоть, замолчи, мы прощены. Мой Господь Иисус Христос любит меня. Мой Отец любит меня. Он любит меня так же сильно, как Он любит Иисуса, слава Богу. Он послал Иисуса на крест, чтобы приобрести меня. Должно быть, я чего-то стою. Слава Богу. В 15 стихе 4 главы 1 послания Иоанна говорится, «Кто исповедует, что Иисус есть Сын Любви?» Сын Любви. «Ибо так возлюбила любовь мир, что отдала Сына Любви, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Аллилуйя. Бог так возлюбил, «Он так возлюбил, что отдал самое лучшее, что у Него было». А теперь вернитесь к 15 стиху и прочитайте Его еще раз. «Кто исповедует, что Иисус есть Сын Любви, в том пребывает Любовь, и Он Любви». Нам нужно как можно сильнее прояснить это для того, чтобы мы ухватились за это не только нашим сердцем, нашим духом, но и для того, чтобы мы ухватились за это нашим разумом. Ведь сегодня мы нацеливаемся на обновление разума. благодаря обновлению вашего разума вы сможете испытать совершенную волю Божью в вашей жизни. Аллилуйя. Оно преобразует вас. И сегодня мы стремимся обновить наш разум в сфере радости и обновить наш разум в сфере того, что Бог есть Любовь. У Него не просто есть Любовь, Он есть Любовь. Аминь. Хорошо, оставайтесь со мной. Аминь. Извините. И далее, 18 стих. «В Боге нет страха». Что ж, разве это большая новость? Конечно же нет. В Боге нет страха. В любви Божьей нет страха. Даже в этом нет ничего нового. Мы всегда это знали. В любви Божьей нет страха. И совершенствующаяся, развивающаяся, растущая любовь Божья изгоняет страх. Если вы когда-либо нарушали заповедь любви, значит страх присутствует в вашей жизни. Если вы не покаялись в этом, значит страх присутствует в вашей жизни. Поэтому просто разберитесь с этим. И далее говорится, «боящийся несовершен любви». Пусть это не ранит ваши чувства. Это своего рода сигнал, как красная предупредительная лампочка на передней панели вашей машины. Если она начинает мигать, сделайте что-нибудь. Но перестаньте просто сидеть и смотреть на нее. Ведь она подает вам сигнал о том, что ваша машина вот-вот сломается. Вам лучше съехать с трассы прямо сейчас. Но я не знаю, почему это происходит в моей машине. В ней всегда мигает эта красная лампочка. Мне казалось, что с этим разобрались, прежде чем я забрал машину из автосалона. Это звучит глупо и бессмысленно. Но насколько глупее и бессмысленнее говорить, «Наверное, это покаяние для меня не сработало, ведь сегодня я мучаюсь точно так же, как и вчера». Что ж, выходит, Иисус солгал по этому поводу. Выходит, нам это не нужно. Вы не понимаете моей книги. Нет, нет. Поскольку во мне нет никакого страха. Я знаю, как от него избавляться. Слава Богу. Даже если он попытается подкрасться ко мне, я тут же останавливаюсь и говорю, «Господь, во имя Иисуса, я знаю, что ты любишь меня так же сильно, как ты любишь Иисуса». Я принимаю твою любовь. У меня есть отец. У меня есть папа. Я возлагаю на тебя все мои заботы. Ты позаботишься об этом. Слава Богу. Аминь. И затем просто повернитесь на другой бок и засыпайте. Если проснете страхи, то встаньте и возьмите Библию. Библия говорит, боящийся несовершен любви. Если я нарушу заповедь, любивая им Иисуса, я каюсь в этом. Открой мне. Если нужно, я исправлюсь. Я сделаю все, что необходимо. Но духа страха не будет в моей жизни. Ты не украдешь мою радость. Нет, я этого так не оставлю. Если мне придется прийти к вам домой и покаяться, слава Богу, если это необходимо, сделайте это. Исправьте ситуацию. Исправьте положение. Но самое главное, это прийти перед Иисусом и исповедовать это как грех, а не как проблему. Конечно же, это проблема. Но этому нет никаких оправданий. Вы можете считать, что у вас была веская причина на то, чтобы нарушить заповедь любви. Но такого не бывает. Даже если веская причина и была, у вас нет никаких оправданий. Это является заповедью. Вы понимаете слово «заповедь»? Это прямой приказ от Господа неба и земли. Главнокомандующий тело Христова дал нам личные приказы и общие приказы, чтобы мы верили во имя Сына Его Иисуса Христа и исполняли заповедь, которую Он дал нам. А именно, «Возлюбите Господа Бога вашего всем сердцем вашим, всем разумением, всей душой и всей крепостью и ближнего своего, как самого себя». Именно в этом порядке. Вы не начинаете с того, что пытаться любить вашего ближнего, как самого себя. Вы начинаете с того, что любите Бога всем вашим сердцем. «Я просто не чувствую, что люблю Бога». Он ничего не сказал о ваших чувствах. «Кто говорил о чувствах?» Здесь вообще ничего не говорится о чувствах. Мы говорим о состоянии вашего сердца. Аминь. Когда вы начинаете говорить, «Мой Небесный Отец, твое слово говорит, что если я делаю угодное в твоих глазах, я получаю от тебя все, чего бы я ни попросил». Ну а что же угодно в его глазах? «Возлюби ближнего своего, как самого себя. Аминь». Поэтому вы начинаете с этого. «Я люблю моего Господа». Мне дана эта заповедь. Я говорю это верой. Чувства приходят и уходят. Они не имеют к этому никакого отношения. «Я люблю Господа Бога моего всем сердцем, всей душой, всем разумом и крепостью. Во имя Иисуса я высвобождаю мою веру». Иисус сказал, что на этой заповеди, а также на «Возлюби ближнего своего, как самого себя», утверждается закон и пророки. «Я люблю ближнего своего, как самого себя, потому что это угодно в твоих глазах». Я начинаю исповедовать это. Я удерживаю это в памяти. Я работаю над этим. Я не бросаю это. А практикую, практикую и практикую это. И когда вы дали маху, покайтесь, сразу же покайтесь, покайтесь, сделайте шаг, сделайте шаг. Покайтесь и скажите, «Иисус, прости меня, прости меня». Я не должен так говорить с людьми, прости меня. И что происходит после этого? Совершенствующаяся, действующая, развивающаяся любовь, изгоняет страх, поскольку в страхе есть мучение. Боящийся несовершенен в любви. И вот он, ваш ответ. Продолжайте работать над этим. Продолжайте работать. У вас есть принцип. Поэтому практикуйтесь сейчас. Практикуйтесь, практикуйтесь. И практикуйтесь в этом. Любовь разовьется. Она будет работать. Чем больше вы высвобождаете ее верой, тем больше она становится внутри вас. Невозможно сказать своими устами, «Я люблю Господа Бога моего», чтобы ваш рожденный свыше дух не поднялся и не стал больше внутри вас. Это невозможно. Аминь. Любовь поднимается в вас каждый раз, когда вы говорите это. И вы не успеете оглянуться, как вы будете ехать в машине и говорить, «Господь, говорю тебе, я так крепко люблю тебя. Иногда это просто переполняет меня. Я просто люблю Господа Бога моего всем моим сердцем, всей моей душой, всем моим разумом и крепостью». Вы едете в машине с широкой улыбкой на лице, и вдруг вы слышите слово Господне. Возможно, впервые в жизни вы точно поняли, что это было оно. И он лишь сказал, «Я тоже тебя люблю». «А, Бог говорит со мной». Он говорил все время. Вы были настолько духовно непробиваемы, что не могли слышать этого. Почему? Поскольку страх заткнул пальцами ваши духовные уши. Аминь. Именно это и происходит. Божья любовь. И апостол Иоанн говорит дальше. Посмотрите пятую главу. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. И всякий, любящий родившего, всякий, кто любит Отца, любит и детей Божьих». Чьих детей? Тех, кто рожден от любви Божьей. И мы читаем дальше. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога, который есть любовь, и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие. И их нетрудно соблюдать, поскольку вы соблюдаете их верой, а не чувствами. Давайте откроем Книгу Бытия. Аллилуйя! Первая глава Книги Бытия. В начале Любовь Божья сотворила небо и землю. В начале Бог, который есть любовь, сотворил небо и землю. Любовь сотворила все это. Ничто иное, как сострадание сотворило все это. А теперь посмотрите 26 стих. И сказал Бог, или Любовь Божья, сотворим человека по образу нашему. Сотворим человека по образу любви, по подобию любви. И довладычествуют они над рыбами морскими, поскольку любовь никогда не причинит вред или боль. Аминь. Никакой живой душе. Аллилуйя! И он сказал, и он созидает человека из слов любви. Человек, будь по образу любви и сострадания. Человек, владычествуй над рыбами морскими, над птицами небесными и над всею землей и над всеми животными на земле, господствуй над ней состраданием, любовью. Аллилуйя! И затем в 28 стихе. Боже мой! И вот этот человек стоит. Он сотворен по подобию Божьему, который есть любовь. Он не сотворен для того, чтобы иметь страх. Он не сотворен для того, чтобы болеть. Он не сотворен для того, чтобы иметь проклятие. Он не знает, что такое смерть. Он сотворен по подобию самого сострадания. Он наполнен и любовь в нем переливается через край до такой степени, что огонь славы любви, который освещает небеса в лице Иисуса, течет через него. Он яркий, как огонь, огонь любви и сострадания. Бог так переполнен любовью, что охвачен огнем и пламенем. Писание говорит, что Он огонь отчресл выше и отчресл ниже. Божья слава такая яркая, любовь такая огромная, любовь такая славная, и у этой любви столько сострадания. Это потрясающе. Именно поэтому Бог больше не мог приблизиться к человеку и к его семье и являть себя в их присутствии. Ведь как только эта чистая, святая благость высвободится, она разрушит грех, она разрушит смерть. Просто раз, ее больше нет, приятель. Она не может существовать в его присутствии. И Богу пришлось держать свою семью на расстоянии, и Он не мог являть себя в их присутствии. Они больше не могли смотреть на его лицо. они больше не могли выдерживать такого сострадания. Оно поджарило бы вас прямо там, где вы стоите. А Бог не собирался разделываться с Адамом. Нет, Он уже твердо решил в своем сердце и разуме, что Он не собирается обходиться без нас. Аминь. Именно поэтому Он окутывал Себя облаком, и это облако было таким ярким, что люди не могли находиться рядом с Ним. Аминь. Он делал шаг навстречу этой планете, наполненной грехом и смертью. И вдруг горы начинались трястись и двигаться. Огонь и молния распространялись повсюду. Богу действительно приходилось контролировать свою любовь и сострадание лишь для того, чтобы не приближаться к этой планете. Но затем пришел Иисус. Зачем? Чтобы все вернуть. Чтобы вернуть назад главное благословение, то самое благословение, которое сострадание высвободило в жизнь человека, эту копию любви, этот канал сострадания на земле. А какими были первые слова любви? Плодитесь. Плодитесь. Размножайтесь. Наполняйте землю. Владычествуйте. При помощи чего? Железной хватки? Нет, нет. Любите так, пока этой планете ничего не останется, как только воспроизводить Эдемский сад. Любите так, чтобы на этой планете не осталось ничего, кроме этого сада, который расширяется и растет. И Бог высвободил это благословение. Он высвободил его на человека. И человек имел такое же право ходить в нем, что и Бог. Поскольку он был любовью точно так же, как и Бог. Он был добротой точно так же, как и Бог. Он обладал такой же способностью творить, как и Бог. Он не низший. Однажды я услышал комментарии одного человека, и это было настоящим испытанием для моей любви. Но Адам должен был только выдергивать сорняки в Эдемском саду. Он больше ни на что не годился. Там не было никаких сорняков, глупец. Простите меня. Ведь сказал вам, что это было испытанием для меня. Вы даже не глупы, а просто в неведении. Видите ли, это истина. Писание говорит, братья, не хочу оставить вас в неведении. Аминь. Ну, мне удалось уладить этот вопрос, не так ли? Слава Богу. Когда слышишь, что кто-то говорит такое о любви, которая сотворила человеку по своему образу, назвать человека вырывателем сорняков? Нет, нет, нет. Нет. Он был точно таким, как его отец. Если бы там были сорняки, отец вырвал бы их прежде, чем его мальчик появился там. Аминь. Так поступает любовь. Любовь пострижет ваш газон, когда она ненавидит стричь газоны. Однажды я стриг газон и говорю вам, я очень не любил это делать. Один раз я так и сказал Глории, у меня есть идея, давай зальем бетоном весь наш двор и покрасим его в зеленый цвет. Мы покончим с этим газоном раз и навсегда. Или же засыплем его камнями. И он будет выглядеть, как запад Техаса. и начнем выращивать кактусы. Я не смог ее уговорить. Она по-прежнему хотела, чтобы перед нашим домом была лужайка. И все времена я возвращался домой и начинал стричь газон вокруг дома. Что ж, мне не нравилось это занятие, но как-то я стриг свой газон и ко мне пришло слово Господне. Когда ты закончишься своим газоном, пойди к соседям и постриги их газон. Я сказал, ты что, шутишь? Я не собираюсь этого делать. Хватит того, что мне приходится стричь этот. Я не собираюсь идти туда и стричь их газон. Бог сказал, когда ты закончишь стричь свой газон, пойди к соседям и постриги их газон. Я сказал, Господь, что эти люди подумают? Они выглянут из окна, а тут я стригу их газон, ты шутишь? Господь сказал, когда ты закончишь стричь свой газон, пойди к соседям и постриги их газон. Я ответил, да, как только я закончу здесь, я сразу же пойду стричь их газон. Я закончил как только мог, и не выключая мотор у газона-косилки, перебежал к ним во двор и продолжил стричь их траву. И Бог сказал, а теперь ступи своей ногой на эту землю и востребуй спасения этой семьи. Что ж, я ходил туда-сюда по их газону и поразглашал их спасение. Это был единственный раз в моей жизни, когда я с наслаждением стричь траву. Но радость Господня поднялась во мне тогда. И я постриг их газон, затем занялся своими делами и напрочь забыл об этом. Через несколько недель к нам в дверь постучали. Я увидел, что это была моя соседка. И когда я открыл дверь, она тут же стала мне проповедовать. Она мне проповедовала, что из силы, а я то и дело успевал говорить «Аминь!» и не мог понять, что это вдруг с ней произошло. И я назвал ее по имени и сказал, «Подождите минутку, подождите минутку!» Она сказала, «Хорошо». И я сказал, «Во-первых, «Я верю каждому вашему слову». Я продолжил, «Мы с Глорией служим Господу Иисусу Христу». Она сказала, «О, это прекрасно! Позвольте, я расскажу вам, что произошло с нами в нашей церкви несколько дней назад». Говорю вам, «Брат Копланд!» И она опять набрала воздуха и начала проповедовать. Они ходили в небольшую пресвятерианскую церковь неподалеку. И вдруг в эту небольшую пресвятерианскую церковь приехала команда миссионеров, и практически вся церковь пережила рождение свыше и крещение Духом Святым. И вот моя соседка горит для Бога и решила завоевать для Христа весь наш район. Что ж, у меня на это не хватало времени, но кто-то должен был это сделать. Она начала проводить библейские занятия для маленьких детей всего нашего микрорайона. Аллилуйя! Аминь! Что случилось? Любовь! Любовь! Благодаря послушанию Богу и высвобождению Божьей любви, Божье сострадание способно было двигаться и позаботиться о том, чтобы она, ее муж и ее дети были в церкви, когда туда приехали миссионеры. Видите ли, Бог знал, что Он сделает это. Я не знал, что Он сделает это. Мне пришлось научиться не спорить, а просто с улыбкой на лице делать все, что Он говорит мне делать. И когда Он говорит мне делать это? Ведь вы получите больше радости, делая это, чем что-либо другое, поскольку любовь заботится об этом. И что произошло в этом случае? Благословение пришло в действие. Когда я ступил ногой туда, на их двор, Божье благословение пришло в действие, и это благословение начало двигаться и функционировать, поскольку главное благословение является состраданием, высвобожденным на Адама для того, чтобы распространять Эдемский сад по всей планете, предваряя детей, которые родятся на ней. «Мой Небесный Отец, Твое Слово говорит, что если я делаю угодное в Твоих глазах, я получаю от Тебя все, чего бы я ни попросил». Ну а что же угодно в Его глазах? Возлюби ближнего своего, как самого себя. Аминь. Поэтому вы начинаете с этого. Я люблю моего Господа. Мне дана эта заповедь. Я говорю это верой. Чувства приходят и уходят. Они не имеют к этому никакого отношения. «Я люблю Господа Бога моего всем сердцем, всей душой, всем разумом и крепостью во имя Иисуса». Я высвобождаю мою веру. Иисус сказал, что на этой заповеди, а также на «Возлюби ближнего своего, как самого себя», утверждается весь закон и пророки. «Я люблю ближнего своего, как самого себя, потому что это угодно в Твоих глазах». Я начинаю исповедовать это. Я помню об этом. Я работаю над этим. Я не бросаю это. А практикую, практикую, практикую это. И когда вы дали маху, покайтесь, сразу же покайтесь. Покайтесь, сделайте шаг, сделайте шаг. Покайтесь и скажите, «Иисус, прости меня, прости меня. Я не должен так говорить с людьми. Прости меня». «Да, но вы не понимаете, как этот старый недотепа говорил со мной». «Что ж, этот старый недотепа не имеет никакого отношения к вашему спасению». «О, да, брат Коплант, но слышали бы вы этого старого расиста». «Какого расиста?» «Который меня оскорбил». «Когда?» «В 1939 году». «Боже мой!» «Вы говорите об этом так, как будто это было вчера». «Этот страх терзает вашу жизнь с тех самых пор, как это произошло. И он все еще работает в вашей жизни. А тот расист уже умер и пошел в ад. Зато страх по-прежнему работает в вас. Работает в вас. «Да, но он сказал, что я глупый». И так далее, и так далее. «Что ж, вы глупы?» «Нет, я не глуп». «Тогда перестаньте верить его словам». «Избавьтесь от этого». «Покайтесь в этом». «Избавьтесь от этого». Аминь. «И что происходит после?» «Совершенствующееся». «Действующее». «Развивающаяся любовь изгоняет страх, поскольку в страхе есть мучение». «Боящийся несовершен в любви». Хорошо. «Совершенствующаяся любовь». «Любовь и сострадание Божье». Давайте откроем пятую главу послания к римлянам. Пятая глава послания к римлянам. Аллилуйя. Вы готовы? Римлянам 5.5. «А надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Это происходит не только во время рождения свыше. Я хочу, чтобы сейчас вы меня очень внимательно послушали. «Когда вы родились свыше, вы родились не от тленного семени, от слова Божьего». Закончите предложение для меня. От слова Божьего, которой есть любовь. Это слово любви. И любовь Божьего Слова была семенем, посаженным в вашем духе. «Вы были рождены свыше, и плод этого семени родился в вашем рожденном свыше человеческом духе». Слово Божье говорит о том, что вы были пересотворены во Христе Иисусе. Все древнее прошло, теперь все новое. И ваши внутренние духовные органы, я не знаю, как по-другому сказать это, и передать вам смысл того, о чем я говорю. Конечно же, у вас есть физические органы. А как у вас появились ваши физические органы? Из ДНК. Вашими родителями было посажено семя. Вы явились результатом этого семени. И вот у вас есть глаза, уши, нос легкий и все другие различные органы, которые совершают работу в вашем теле. Что ж, когда вы были рождены от Духа Живого Бога, и его ДНК находится в вашем духе, и внутри вашего духа есть духовные органы. И внутрь вас были вложены любовь, радость, мир, благость, кротость, доброта, воздержание, долготерпение. Все эти качества являются характеристиками любви. А не в вас. А что произошло с вами, когда вы крестились Святым Духом? Он принес внутрь вас свою любовь, свою радость, свой мир, свою праведность. Да, они были в вас. Вы родились от Него. Вы родились от Его Слова. Вы были чадом любви Божьей, рожденной от Бога. Но затем к вам был приставлен Учитель, который поселился внутри вас, внутри вашего физического тела. И Он дает вам преодолевающую силу благословения. Сила, которая была на Адаме. Это та сила, которая пришла жить внутри вас. Аллилуйя. Вы помните, как я говорил вам, что согласно Писанию, Бог — это огонь, от чресла выше и от чресла ниже. И что Ему приходилось окутывать себя облаком. Израильтяне видели этот огонь ночью. Они видели его вдалеке, и они следовали за ним, куда бы он ни двинулся. Тот же самый огонь, согласно 4 главе 2 послания Коринфянам, освещает небеса в лице Иисуса. А что насчет дня Пятидесятницы? Ученики Иисуса услышали шум. Это не был несущийся сильный ветер. Это был шум, как будто от несущегося сильного ветра. Что это было? Что это был за шум? Его можно было услышать только в Иерусалиме? Нет, нет. Его можно было услышать в любом уголке этой планеты. Видите ли, когда Адам согрешил, тогда всем ангелам, которых Бог сотворил для того, чтобы наполнить эту планету, чтобы помогать и служить тем, кто наследует это благословение, всем этим ангелам пришлось подняться и убраться отсюда. А все те, которые не ушли, находятся на стороне врага. Божьим ангелам пришлось уйти отсюда. Вот когда начинаешь видеть картину, которая дана нам, и называется «Лестница Иакова». ангелы, ангелы, сотворенные для того, чтобы служить людям, чтобы служить и помогать тем, кто имеет благословение. Они являются служителями сострадания, они Божьи служители, посланные служить тем, кто наследует спасение, наследует благословение, наследует любовь и сострадание самого Бога. Именно оно и излилось в ваши сердца Святым Духом. Что ж, им пришлось уйти. И в день Пятидесятницы они вернулись, приятель. Вы можете увидеть это в послании к евреям. Там говорится, не все ли они служебные духи, посланные. В день Пятидесятницы небеса излились. Небеса снова излились на землю. И Дух живого Бога пришел в ту горницу. Окутанный облаком? Вовсе нет. Что пришло в горницу? Шум? Нет. Что пришло в горницу? Да, это был Дух Святой. Но они не сказали, «О, посмотрите, Дух Святой». Ну же, помогите мне. Вы провели здесь всю неделю. Вы уже должны знать это. Пришла любовь. Но что они увидели? Огонь! 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 Бога во всей его пламенеющей славе. Он даже не пытался скрыть ее. Он не пытался спрятать ее. Он пришел туда во всей силе, во всей крепости. Он пришел туда и почил на них. Он просто сидел на них. И вместо того, чтобы испепелиться, они впитали его. И он перешел прямо внутрь них. Он сказал, «Это мой дом. Именно здесь я и останусь. Я живу здесь. Я собираюсь принести сюда всего себя. Я принесу сюда всю мою славу. Я принесу все мое сострадание, всю мою любовь, весь мой огонь. Я принесу все мое благословение, все благословение, все благословение». Аллилуйя! Да будет слава Богу во веки веков. Мы не приняли духа рабства. Мы приняли духа усыновления, которым взываем. Я люблю тебя, Отец. Я люблю тебя, папочка. Аллилуйя! У меня есть Отец. У меня есть Папа. Я никогда не останусь один. И он богат. И он дал мне привилегию использовать ресурсы Божьей славы. Подумайте об этом. мне лишь нужно верить Богу. И он разделяет со мной свое богатство. Аллилуйя! Чтобы я был богат на всякое доброе дело. О, да, брат Коплан, знаете, деньги погубят вас. Что ж, Библия на самом деле говорит о том, что деньги погубят глупца. Так и есть. Там говорится, что деньги губят глупца. Поэтому весь секрет в том, чтобы не быть глупцом. Аминь. Библия говорит, брать, я не хочу оставить вас в неведении. Вы должны изобиловать и сей добродетелью. Вы были сотворены для сострадания. Вы не были сотворены жить под угрозой смерти. Вы не были сотворены жить на земле, пытаясь протиснуться, чтобы только попасть на небеса. Мы пройдем через небесные врата с любовью Божьей, пламенеющей в нашем сердце, состраданием, горящим в нашем разуме. Слава Богу! И тогда вы, наконец, поймете, что тот, кто в вас, больше того, кто в мире. И внутри меня живет та самая любовь, которая сотворила эту вселенную. И как вы ходите в любви? Как вы справляетесь с этим? Писание говорит, что мы познали и поверили в любовь, которую Бог имеет к нам. Поэтому что вы должны делать? То же самое, что вы делаете для того, чтобы верить. Вы делаете это верой, как и все остальное, о чем говорит Писание. Аминь. Вы обращаетесь к Божьему Слову и вы видите, что в 23 стихе 17 главы Евангелия Таана Иисус сказал, «Отец допознает они, что ты возлюбил их, как возлюбил меня». И поэтому я просто говорю, ой, я принимаю это. Я верю, что принимаю это сейчас. Мой отец любит меня точно так же, как он любит Иисуса. Я был спасенным уже 6 лет, когда узнал об этом. Я стоял в моей маленькой спальне в нашем старом обшарпанном домике в Талсе. И в тот день он совсем не казался мне обшарпанным. Я увидел эти слова в Библии и я подумал, «О, я верю, что принимаю это. Я принимаю это, Иисус. Я принимаю это. А если я принимаю это, значит, мне придется сказать это». И мой разум говорил, «Кем ты себя возомнил, чтобы стоять здесь перед Богом всемогущим и говорить своими устами, что Бог любит тебя, ты греховный идиот из Техаса? Что ж, поверя тогда этим мыслям, я все еще жил бы там или в худшем месте». Но я сказал, «Нет, это написано красными буквами моей Библии. И я скажу это. Я могу смело исповедовать все то, что написано красными буквами, поскольку Иисус, мой первосвященник, я узнал об этом. И я начал говорить это. Я сказал, «Отец, ты любишь меня точно так же, как ты любишь Иисуса». Я знаю, что это так, потому что так сказал Иисус. И я сказал это еще раз, еще раз, и еще раз, и мои колени перестали трястись. Я снова сказал это. И к тому моменту я уже ходил по своей маленькой комнатке. три или четыре шага сюда и три или четыре шага туда. Я ходил туда-обратно. Сказал, «О, Боже мой, я верю, что принимаю это». Я принимаю это точно так же, как я принял спасение. Я исповедую это перед Богом. Мой Небесный Отец любит меня точно так же, как Он любит Иисуса. Я принимаю это. Я вложил это в свои уста и постоянно говорил это. Я садился в машину и говорил, «О, Господь Бог, сегодня я поведу эту машину, и ты любишь меня точно так же, как ты любишь Иисуса, слава Господу, и ты поедешь вместе со мной. Мне не нужно садиться в машину и говорить, «О, Боже, пожалуйста, будь со мной». Он сказал, «Я не оставлю и не покину тебя даже до скончания века. Просто сядьте в машину и скажите, «Поехали, Иисус, ведь наш отец любит нас, не так ли? Аллилуйя». Просто садитесь в машину и поезжайте. Что ж, я начал делать это, и наконец Господь сказал, «А почему ты не дочитал эту главу до конца?» И вот я опять открыл 17-ю главу Евангелия от Иоанна и начал читать с 24-го стиха. Я ведь остановился на 23-м. Я был так переполнен этим, что забыл дочитать до конца главы. И вот я дошел до последнего стиха в этой главе, где Иисус молился и сказал, «Отец, любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет». Речь идет не о том, что Отец любит меня, той же самой любовью, которой он возлюбил Иисуса. Я уже увидел это в 23-м стихе, и поэтому неправильно понимал и это место, прочитав его один или два раза. Мне казалось, что я опять читаю то же самое. Но Господь сказал, «Нет-нет, ты упускаешь смысл, прочитай это место еще раз». Здесь говорится, Иисус, обращаясь к Отцу, сказал, «И любовь, которую ты, Бог, возлюбил меня, безгрешного, совершенного человека, эта любовь, которой ты возлюбил меня, в них будет». Боже мой, Боже мой, самая любовь, которая сотворила эту вселенную, та самая любовь. Внутри меня с тех пор, как я родился свыше, живет учитель, гид, руководитель и сила. Само благословение живет внутри меня и наделяет силой мой дух своим духом. И он дал мне заповедь, которая дает мне разрешение на его использование. «Я могу любить вас Божьей любовью». Внутри меня есть инструмент из Слова Божьего, который развивался во мне в течение сорока лет. Этот инструмент любив внутри меня, и по мере его развития, он вымыл из меня страх. Аминь. Он дал мне сострадание и уполномочил меня любить вас любовью Божьей. Вся церковь, а особенно пятидесятнические и харизматические круги, та часть церкви, которая крещена Духом Святым и говорит на иных языках, говорит об этих вещах уже долгое время. Однако не имеет ни малейшего представления о том, благодаря чему это работает. «Ну, я люблю Божьей любовью только вас». Не исключайте их. На вас придет гнев Божий. Что? Да. Именно тогда вам нужно понять. Боже, благослови их. Они всего-навсего маленькие дети. Аминь. И даже если они были спасены 37 лет назад, они все равно ничего не знают. Что ж, берите и любите их. Бог мирится с ними намного дольше, чем вы. А вы уже знаете, что внутри вас есть сила сделать это. «Алли-лю-блю-тебя». Слава Богу. Я начал было говорить «Алли-лу-я», а получилось «Алли-лю-блю-тебя». Аминь. Спасибо тебе, Господь. Аминь. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Что ж, это даже лучше, чем «Алли-лу-я». «Я так люблю тебя». Слава Богу. Аминь. И в заключение, разрешите мне подвести вас к тому, что совершенная любовь изгоняет страх. Здесь говорилось о том, что мы познали и уверовали в ту любовь, которая теперь в нас. Вы приняли ее, потому что вы видите это в Слове Божьем. Сейчас я принимаю внутри себя ту любовь, которой ты возлюбил Иисуса. И я принимаю это верой. Это не основано на моих чувствах. Это основано на том, что сказал Иисус. И я молюсь той же самой молитвой, которой Он молился, Отец. И я принимаю это во имя Иисуса. У меня есть это сейчас. И я не отпущу то, что мое. Я принимаю тот факт, что ты любишь меня точно так же, как ты любишь Иисуса. И ты готов открыть это миру через меня благословением Адама, которое стало благословением Авраама, которое сейчас посредством креста Иисуса стало благословением церкви. Благословение Авраама распространилось на язычников через Христа Иисуса. И я принимаю это. Я принимаю твое слово, которое говорит, что Слово Божье никогда не терпит поражения мы закончим на этом поэтому откройте первое послание коринфянам это по-настоящему откроет вам глаза это по-настоящему откроет вам глаза аминь это место неверно понималось очень долгое время об этом проповедовалось много хорошего но до тех пор пока вы не поймете всего того о чем мы говорили сегодня у вас не хватит мудрости понять о чем же на самом деле говорится в этой главе в четвертом стихе 13 главы первое послание коринфянам говорится любовь божья никогда не сдается или долго терпит божья любовь добра божья любовь не завидует божья любовь не превозносится божья любовь не напыщена божья любовь не ведет себя неприлично божья любовь не ищет своего божья любовь не раздражается божья любовь не мыслит зла божья любовь не радуется неправедности божья любовь радуется истине божья любовь все переносит она всему верит божья любовь всего надеется и все выносит поскольку в божью любви нет страха это по-настоящему откроет вам глаза это по-настоящему Аминь. Это место неверно понималось очень долгое время. Об этом проповедовалось много хорошего. Но до тех пор, пока вы не поймете всего того, о чем мы говорили сегодня, у вас не хватит мудрости понять, о чем же на самом деле говорится в этой главе. В 4 стихе 13 главы 1 Коринфян говорится, «Любовь Божья никогда не сдается или долготерпит. Божья любовь – добра. Божья любовь не завидует. Божья любовь не превозносится. Божья любовь не напыщена. Божья любовь не ведет себя неприлично. Божья любовь не ищет своего. Божья любовь не раздражается. Божья любовь не мыслит зла. Божья любовь не радуется неправедности. Божья любовь радуется истине. Божья любовь все переносит. Она всему верит. Божья любовь всего надеется и все выносит, поскольку в Божьей любви нет страха. Вы уловили этот момент? Видите, мы уже обнаружили, что в Божьей любви нет страха, и что Божья любовь изгоняет страх. А все эти вещи, зависть, поражение и все остальное, все это основано на страхе. В основе каждой из этих вещей лежит обида. Иисус сказал, «Сеятель Слово сеет». Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется Слово, но которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает Слово, посеянное в сердцах их, поскольку он не имеет в себе корня и не постоянны. Что ж, обратитесь к третьей главе послания к Ефесянам. И там говорится о том, что мы должны быть утверждены и укоренены в любви, и это остановит обиду. Божья любовь излилась в наши сердца. Я говорю о том, что та самая любовь, о которой здесь написано, живет в вас, и не только та ее часть, которую вы получили при рождении свыше, не только то, что вы получили, когда внутрь вас вошел Дух Святой, но когда вы приняли эту веру, любовь, которую Бог возлюбил Иисуса, была высвобождена внутрь вас. Это максимум Божьей любви, которую только можно получить. Аллилуйя. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что любовь Божья не терпит поражения. Поэтому что вы должны делать? Как вам развить это? Что ж, вы уже поверили в то, что вы приняли это верой. Теперь начните исповедовать вот что. Божья любовь во мне, и я не сдаюсь. Божья любовь во мне, и я добр. Божья любовь во мне, и я не ищу своего. Божья любовь во мне. И так далее, и так далее. Теперь вы верой исповедуете то, что вы получили благодаря молитве, которой молился Иисус. И не может быть того, чтобы вы так молились, и Божья сила не начала двигаться внутри вас. Скажу вам прямо сейчас, начните делать это. Если в вашей жизни есть грех, когда вы нарушали заповедь любви, с которым вы не разобрались, он начнет всплывать на поверхность. И вы поймете это. Вы прекратите это делать, и скажете, «О, Господь! Я каюсь в этом, Господь! Слава Богу! О, во мне есть Божья любовь! Я каюсь в этом!» И это уйдет. Это уйдет в два счета. А вместе с этим и страх. Вместе с этим и страх. Я сказал, что вместе с этим и страх. Что ж, когда уходит страх, вместе с ним уходит и мучение, поскольку мучение заключается в страхе. Если у вас нет никакого страха, у вас нет никакого мучения. Если у вас нет никакого мучения, то мучить или нечем вас мучить. Аминь. И вот та часть, которая совершенно превратно истолковывалась. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви в действии не имею, здесь ничего не говорится о том, что у вас вообще нет Божьей любви. Она излилась ваше сердце Духом Святым, верно? Безусловно. Но, если вы пытаетесь действовать верой в проявлении даров Духа, не покаявшись в нарушении заповеди любви, тогда ваше говорение на иных языках бесполезно. «Воскольку это действует любовью Божьей». И она в вас, но вы ее заглушили. Читая это местописание дальше, вы увидите, если имею дар пророчества, разве это не один из даров Духа? И знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, но любовь Божия не работает, то это ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, я сею, я сею, я сею, я сею, я плачу десятину, плачу десятину и плачу десятину, я даже отдаю свое тело. Я служу в церкви каждый раз, когда ее двери открыты. Я столько всего делаю, я тружусь в этой церкви день и ночь. Только все равно ничего не работает, брат Копл. Почему? Вы действительно хотите, чтобы я вам ответил? Совершенная любовь изгоняет страх, а именно из-за страха эти дары не функционируют должным образом. И дело не в том, что у вас нет любви. Дело в том, что любовь не может действовать. Страх подавляет ее. И вы продолжаете катиться вниз. Поэтому ваше подаяние бедным не работает без Божьей любви. Любовь никогда не перестает или не терпит поражения. Хотя и пророчества прекратятся. И вдруг мы резко меняем тему в теологическом плане и переходим к разговору о диспенсоциализме. Или как там это называется? Увидите ли, брат Копл. Раньше мы нуждались в пророчестве. И оно вам больше уже не нужно? Да? Тогда, пожалуй, нам следует обкуриться тем, чем вы обкурились, поскольку мне пророчество нужно. Дар пророчества, проявление помазания пророчества, дано для назидания, увещевания и утешения. Слава Богу! Аллилуйя! Так о чем же здесь речь? Вы понимаете значение слова «хотя»? Это ведь обычное слово. «Если я говорю на иных языках, пророчествую, имея всякое познание, плачу десятину, без Божьей любви это не приносит мне никакой пользы». Почему? Потому что Божья любовь не сдается. Божья любовь добра. Божья любовь не завидует. И так далее. И Божья любовь не перестает или не терпит поражения. И, хотя дело касается пророчеств, без любви они перестанут или потерпят поражение. То есть апостол Павел опять вернулся к той же самой теме. Если вы попытаетесь пророчествовать без Божьей любви, ваше пророчество рухнет прямо вам под ноги. Меня не волнует, правдиво оно или нет. Оно ничего не произведет в жизни людей, которые слышали его. И поскольку через него не явлена любовь, в нем нет никакой силы. Оно просто мертво. И? Что еще здесь есть? Будь то иные языки, без любви они прекратятся. Что ж, это само собой разумеется. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, и не имею любви, это не сработает. Поэтому, собственно, они прекратятся. И вот что забавно. Это произошло. Это произошло в теле Христовом. Это произошло, когда церковь Иисуса Христа так зациклилась на себе, что начала страдать ради Бога и начала проповедовать о том, что Бог приносит страдания. Верующие отрезали себя от израильского народа. Они отрезали себя от записанного Божьего слова. Они отрезали себя от Ветхого Завета. И у них не было совершенно никаких знаний о Боге, о Его любви, о Его сострадании, о Его слове. Они упрятали Божье Слово где-то в монастырях и запретили людям читать его. И что произошло? Все прекратилось. Они прекратили пророчествовать. Они прекратили служить в дарах Духа. Ну, ведь в конце концов все это прошло. Будь то языки, без любви они умолкнут. Будь то знание, без любви оно упразднится. Поскольку без любви мы лишь знаем отчасти. Без любви мы пророчествуем отчасти. Но когда она станет совершенная... Когда любовь... Совершенная любовь проявится в моей жизни... Я перестану видеть отчасти. Я начну видеть. Боже мой! Однако люди спорили и вели войну по этому вопросу. Хотя апостол Павел только что все разъяснил. Прежде чем начал говорить об этих вещах. Но без Божьей любви вы не способны это видеть. И вам хорошо известно, что без Божьей любви... Здесь, на земле, вы сможете видеть не иначе, как только через тусклое стекло. Гадательно. Простите меня, но... Откровение Слова Божьего просвещает. Аллилуйя. И говорю вам, в этот день и час, Словом Божьим и Словом Любви, страх вымывается отсюда, и стекло проясняется. Все проясняется. И все эти годы оно должно было быть кристально чистым действием Духа Святого. И мы... Наконец, наконец, наконец... Вы скажете, вы утверждаете, что апостол Павел говорит, что он лишь видел отчасти? Нет. Я этого вовсе не говорил. Потому что он не видел лишь отчасти. Он сказал вам о том, что произойдет, если церковь не будет действовать в Божьей любви. Верующие двигались в дарах Духа. И они заявляли, «Так, говорит Господь, Иисус проклял...» Они несли всякую чушь и всякий вздор. И апостол Павел сказал, «Верующие, до тех пор, пока вы продолжаете вести себя как дети, и среди вас есть духовное разделение, я не могу вас учить, я не могу ничего сказать». Другими словами, без Божьей любви вы не можете ничего видеть, кроме как отчасти, потому что вы еще младенцы, младенцы, младенцы. Он начал свое первое послание к Коринфянам с того, что объяснил им, в чем была их проблема. И вот великий учитель. Великий учитель любви говорит им, «Когда я приду к вам, я не смогу учить вас тому, чему я хотел вас учить, поскольку вы не способны воспринимать это. Вы все еще плотские. И это то же самое, как учить того, кто еще не рожден свыше». Что ж, разумеется, они видели, как сквозь тусклое стекло. Аминь. Вы видите, что здесь происходит? И здесь он учит их. Он оставляет их. Он сказал, «Когда я был младенцем, то помладенчески говорил, помладенчески понимал. Я был так же эгоистичен, как и все вы. Я мыслил помладенчески. Но посмотрите сюда. Несколько недель назад мой внук проповедовал послание об этом. И говорю вам, он зажег меня. Я никогда этого не видел». Он сказал, «Когда я стал мужем, то оставил младенческое. Неважно, как давно вам исполнился 21 год. Если вы верой не оставите младенческое, то оно останется с вами до конца ваших дней. И вы умрете такими же плотскими, какими вы были в тот день, когда покаялись». О, это серьезно. Аминь. Аллилуйя. Апостол Павел сказал, «Я оставил младенческое». И именно это он и учит их делать. Отложите все это. Высободите. Божья любовь в вашем сердце. Давайте вместе к этому стремиться. Сейчас вы видите только отчасти. Сейчас вы слышите только отчасти. Вы не можете услышать всего, что я пытаюсь сказать вам. Вы не можете увидеть всего, что я пытаюсь вложить в вашу жизнь, поскольку вы погрязли в раздорах и разделениях. Вы по-прежнему плотские. Вы ведете себя и думаете, как дети, как обычные, неизмененные люди. Но он говорит, «Ну же, отложите младенческое». Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло гадательно. Тогда же, лицом к лицу, «Теперь я знаю части, а тогда познаю подобно, как я опознан». А мы взяли наш теологический карандаш и приписали, «Это произойдет, как только вы попадете на небеса». Но апостол Павел и словом не обмолвался о небесах. Он сказал, «Как только любовь начнет проявляться в моей жизни, тогда я познаю подобно, как я опознан». Как только любовь усовершенствуется в моей жизни, как только совершенное проявится в моей жизни, страх уйдет. Божья любовь поднимется внутри меня, и я начну видеть лицом к лицу. А разве не это произошло в день Пятидесятницы? Мы ведь не старая церковь. Мы не делимся на молодую и старую церковь. Они не были начинающей церковью, и мы не являемся завершающей церковью. Нет, то, что они начали, мы должны закончить. Но все это одна церковь Иисуса Христа. А теперь прибывают Сии Три. Вера. Спасибо тебе, Иисус. Да, слава Богу. Слава Богу. Я чуть было не пропустил это. Слава Богу. Возможно, вы ничего не вынесли для себя, зато говорю вам, я получаю колоссальное наслаждение. И посмотрите, что он сказал. Посмотрите, что он сказал. Посмотрите, что он сказал. «Я познаю, подобно как я познан». Вы готовы? «Всякий любящий знает Бога». Мы читали это. Это одно из тех мест, которые Господь сказал мне прочитать в первую очередь. Теперь я знаю, почему Он сказал прочитать его в первую очередь. «Я закончу тем, что прочитаю его». «Любящий» И используемое здесь слово по-гречески звучит как «геноска», что означает «близкие отношения». Это то же самое слово, которое переводится как «интимная связь». «Любящий знает Бога». Кто не любит брата своего, тот не познал Бога. И любовь Божья открылась в том, чтобы мы могли жить через Него. Аллилуйя. Не говорите мне, что я должен попасть на небеса, прежде чем я смогу узнать Бога. Если я послушен Божьей любви, я могу знать Его прямо сейчас. Я уже знаю Его ближе, чем я знаю любого другого человека. Говорю вам, мы с Глорией ходим в этом месте. Мы ходим в Божьей любви вместе. Это самая могущественная вещь, которую вы только можете себе представить. Когда страх уходит, вам не нужно беспокоиться о ваших финансах. Слава Богу. Однажды ночью я лежал на кровати, на моем лице сияла широкая улыбка, и я просто поклонялся Господу. Я сказал, «Господь, о, слава Богу, я пока что не хочу спать. Я просто хочу полежать и поразмышлять о тебе какое-то время». Слава Богу. И Он позволит вам прийти к Его престолу и понаблюдать за тем, как Он всем управляет. Он разрешит вам просто посидеть и побыть с Ним какое-то время. Как говорил Джесси Дюплентис, это время у Божьего престола. Именно там я был в тот вечер. И ко мне пришло слово Господне. Бог сказал, «Кеннет, я хочу тебя кое о чем спросить». Я сказал, «Да, Господь, все это происходило внутри меня. Уберите страх, и вы сможете услышать это». И я сказал, «Да, Господь». Бог сказал, «Что случилось бы, если бы вдруг все твои партнеры перестали поддерживать твое служение, и твой доход просто прекратился бы?» Я сказал, «Не знаю, да меня это и не волнует. Я не собираюсь об этом думать, Господь. Зачем мне об этом думать? Это относится к той сфере, о которой я не думаю». «Нет», — возразил он, «я хочу, чтобы ты поразмыслил над этим. Я хочу, чтобы ты подумал об этом». Поэтому я начал прикидывать. «Ну, если бы у меня не было никакого дохода, что ж, у меня нет долгов. Вся наша земельная собственность выкуплена. Все грузовики, все машины, самолеты, все оплачено, и у меня нет никаких долгов. Вся земля выкуплена, поскольку мы выплачивали за нее верой шаг за шагом, не беря в долг никаких денег. «О да, Господь, я хочу поблагодарить Тебя прямо сейчас, поскольку в конце 90-х годов Ты повелел мне построить здесь электростанцию. Я подумал, что ж, у меня нет никаких долгов, и у меня нет никаких счетов за электроэнергию. И у меня нет никаких счетов за воду, поскольку Господь дал нам колодцы на этой земельной собственности. И что остается? Посмотрим. Электричество, вода, остается только канализация. Что ж, нет-нет, поскольку мы выкупили эту земельную территорию у морской пехоты Соединенных Штатов, и канализационное очистное сооружение уже было и не построено. Нам лишь пришлось верить Богу о 35-40 тысячах долларов. Мы переделали моторы на этих сооружениях и добавили еще один отсек. И благодаря этому у нас есть наше собственное канализационное очистное сооружение. И говорю вам, я уже готов кричать от радости посреди ночи. Наконец я сел на кровати и сказал, я точно знаю, что случилось бы. Ничего. Ничего. Мы с Глорией взяли бы наши Библии и отправились бы в путь. Мы знали, как мы получили это, и мы пошли бы и взяли бы еще чуть-чуть. Мы просто отправились бы проповедовать. Слава Богу. Просто отправились бы проповедовать. Единственное, что нам нужно делать, это верить Богу. На самом деле, мне даже не приходится верить Богу о пище на моем столе, поскольку Он дает хлеб в пищу. Аминь. Мне лишь нужно быть согласным проповедовать Евангелие. Если бы я сам взялся за дело тридцать с лишним лет назад, я все испортил бы. Я даже не знал, что это произошло. Я не осознавал, что это служение в тот момент было способно функционировать самостоятельно. Я этого не знал. Я никогда не думаю, откуда придет то, что мое. Я лишь знаю, что я благословлен. И я полагаюсь на это благословение. Еще тогда я понимал, что благословение Авраама на мне. И я исповедую это. Благословение Авраама на мне. Благословение Авраама на мне. И Бог сказал, построю электростанцию. Что ж, я не знаю, зачем ему понадобилась электростанция, но я построю ее. Какое мне дело? Слава Богу, я построю электростанцию. Вы видите, что он делал? Аминь. Что ж, а это уж точно приведет вас в восторг. И неужели вы думаете, что дьявол может прийти ко мне и сказать, «О, говорю тебе, если ты не возьмешься за дело и не займешься сбором финансовых средств, то твое служение разорится, и тебе придется оставить служение». Я уже слышал эту песню, и я знаю последний куплет. «Мы победили!» Эти меня не напугаешь. Во мне нет никакого страха. Слава Богу! Если бы тем или иным способом кто-нибудь отобрал бы у нас всю эту землю, весь этот газ, все электричество, все эти самолеты, все эти машины, и всю мою одежду, я спрятал бы достаточно Библии, которые никто не смог бы украсть. К тому же Слово Божие сокрыто в моем сердце, слава Господу! Мы с Глорией нашли бы, как проповедовать Слово Божье, и все это вернулось бы к нам, независимо от обстоятельств. Аминь! Говорю вам, независимо от обстоятельств. Аминь! Почему? Потому что человек Божий ко всякому доброму делу приготовлен. Человек Божий способен принять Божью благодать в избытке. Аллилуйя! Почему? Потому что его любовь, его сострадание и его власть изобилуют в нас. Поэтому у нас нет страха. Мы не боимся обстоятельств. Мы не боимся людей. Мы не боимся дьявола. У меня нет никакого страха, слава Богу! Аллилуйя! Какой прекрасный образ жизни, и вы можете жить точно так же. Знаете, сегодня это так же живо в моем разуме, как и тогда, 40 лет назад, когда это произошло. Ко мне просто пришло откровение с небес, что на мою жизнь влияют не только слова веры, которые я говорю в моих молитвах, но хочу вам сказать, что на нее влияют все слова, которые выходят из моих уст. Нет такого понятия, как слова, которые не влияют на вашу жизнь. Иисус сказал, что вам придется дать отчет за все праздные, бездейственные слова, которые выходят из ваших уст. Слава Богу! Вам нужно научиться использовать наполненные верой слова и прокладывать победоносный курс для вашей жизни. Вкладывайте Слово Божие в свое сердце, в свои уста, держите его у себя перед глазами, вкладывайте его в свои уши, и говорю вам, слава Богу, оно осуществится. Вне всяких сомнений, поскольку Иисус так сказал. И сегодня мы предлагаем вам заказать для себя нашу книгу. Говорю вам, это просто удивительное Слово с небес. Поэтому не отвергайте это. Не отвергайте это послание из-за какого-то религиозного, запутанного учения. Нет, 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 нет. Иисус уже сказал в своей молитве Отцу, «Ту славу, которую ты дал мне, я даю им». Аминь. «Отец, мы молимся за каждого телезрителя, за всех наших партнеров по всему миру. Твоя слава посреди нас, Господь, и в нас, и изливается из нас, и мы благодарим Тебя за нее. Мы прославляем Тебя за нее. Во имя Иисуса. Аминь». Скажите вслух, «Во мне слава Божья». Скажите, «Я принимаю познание славы и мудрость Божья для того, чтобы использовать и высвобождать ее». Вы сосуд Божьей славы. До завтра. А пока помните, что Иисус – Господь.